Когда спрашивают про то, что можно ли заходить в храм в той или иной одежде, нужно помнить, что юбка и брюки, естественно, были на протяжении многих веков сугубо или мужской, или сугубо женской одеждой. Естественно, женщина ходила в юбке в храм, потому что еще апостол Павел сказал, что непозволительно мужчинам одевать женскую одежду, а женщинам — мужскую. Но сейчас в наше время, время такого смешения, эклектики, и брюки стали тоже женской одеждой. Мы прекрасно понимаем и знаем, когда видим, что это те же самые женские джинсы или те же самые мужские джинсы. И получается, что в этот момент уже женщины не нарушают этого повеления апостола. То есть она все-таки идет в женской одежде, видно, что это женские джинсы. Конечно, по традиции, и во многих храмах эта традиция соблюдается, все-таки женщина приходит, особенно на службу, в юбке. Это нормально, это хорошо, потому что все-таки женщина как-то выделяет себя сугубо женской одеждой. Но если женщина идет мимо храма, и вот у нее настоятельная нужда зайти помолиться, поставить свечку, конечно, ей никто не воспретит. И если в каких-то монастырях или в каких-то храмах более, скажем так, строгий уклад и устав, ей всегда предложат какую-то платочек, какую-то юбочку, чтобы она могла себя покрыть и зайти помолиться. То есть ничего страшного в том, что женщина придет в джинсы в храм, естественно, нет. Так же и с покрыванием головы. Это апостол Павел говорил, что женщина должна во время молитвы покрывать свою голову, а мужчина, наоборот, снимать шапку. Мы знаем, что в древние времена шапка — это был знак власти, поэтому перед Господом во время молитвы мужчина эту шапку в знак смирения снимал. А женщина покрывала свои волосы, потому что в древности считалось, что красота женщины в ее волосах. И вот опять же, как раз знак смирения, женщина покрывала эти волосы во время молитвы. Ну, естественно, уже без разницы, чем покрывает женщина свои волосы, да, в знак смирения перед Господом. Будь то платок, будь то шапочка или капюшон или берет, ну, это вот просто такой ритуальный знак смирения. Более того, естественно, никто не запрещает женщине помолиться без этого. Господь слушает эту молитву. Но, конечно, в храме, опять же, следуют традиции, все-таки женщина покрывает эти волосы, и уже без разницы, чем она это делает, каким головой. Субтитры создавал DimaTorzok